Друзья, здравствуйте! Добрый день! Очень рады приветствовать всех гостей и участников нашего события. И, пользуясь присутствием Валерия Валерьевича Федорова, еще раз благодарим всю команду ВЦИОМ за гостеприимство. Всю команду, которая нас встречает в лице Татьяны Хмутовой. Отдельное спасибо за прекрасную логистику. ВЦИОМ – потрясающая площадка, где есть информация по всем сферам жизни человека. Харазмин оказался не исключением, поэтому мы сегодня ВЦИОМ послушаем, конечно, но пока буквально несколько тезисов. Начну с формальных. Спасибо большое председателям, что решили эту тему поднять. У нас сегодня совместное заседание Комитета по внутрикорпоративным коммуникациям, которое возглавляет великий русский писатель Александр Цитин. Это была шутка. У нас соорганизаторы этого события – комиссия по бизнесу и этике, ассоциация менеджеров. У нас Ирина по очень уважительной причине, Антюшина, я уверен, нас смотрит онлайн. Мы ей передаем большой привет. Юлия Андреев здесь. Так что, кстати, предлагаю аплодировать. Аплодисменты ионизируют воздух. Мы благодарим компанию «Русские башни», которая является партнером комиссии по бизнес-этике. И, пользуясь случаем, приглашаю всех участников, кто в зале, кто онлайн, к нам подключился, принять участие в рейтинге ТОП-1000 российских менеджеров, который осенью будет в «Коммерсанте». Но чтобы в ТОП попасть, надо заявку оформить уже сейчас. Поэтому заходите на сайт top1000imr.ru и подавайте заявки. Через Хараску, конечно. Вот мы это сегодня обсудим. На этом формальные вещи закончились. Теперь, переходя к теме, несколько буквально мыслей на этот счет. Действительно, мы долго к этой теме подбирались, долго эту тему хотели обсудить. Но вот очень не хотелось бы, чтобы обсуждение этой темы было шуточным таким явлением. Я вспоминаю свои студенческие годы. У нас была такая популярная акция «Сигаретка на конфетку». Вот мы меняли сигаретку на конфетку, жутко этому радовались, сделали фотографии и все такое прочее. Спустя годы я узнал, что на самом деле это контрпродуктивно. Потому что это курение, это болезни, это разные плохие вещи. И оно не должно ассоциироваться с фаном. И вот, к сожалению, это и наносит большой урон российской экономике, почему ассоциация менеджеров эту тему разбирает. Пока человек на рабочем месте думает, как ему противостоять абьюзеру, как ему найти ответ на то или иное непристойное предложение, он не думает о работе. Абсолютно логично. И работает неэффективно. А поскольку мы ассоциация менеджеров про эффективность, вот здесь для нас интерес, как человека оградить. Но при этом есть еще одна тонкая грань. О ней скажу и, собственно, передам модераторам слово до конца дискуссии. Современному человеку, чей быт устроен-то весьма просто, пробка, работа, пробка, сон. Вот где ему еще знакомиться, по большому счету? И когда люди на рабочем месте, у них есть общность уже какая-то, конечно, возникают и отношения, и, наверное, ничего особо плохого в этом нет. И вот как здесь борьба с харассментом, не нарушить грубкую интеркорпоративную культуру, и не мешать навредить людям, тоже большой вопрос. Я надеюсь, что мы сегодня попытаемся найти на этот вопрос ответ. С большим уважением, с большим уважением передаю микрофон председателю комитета по внутрикорпоративным коммуникациям, ассоциации менеджеров, консультанту по стратегическим коммуникациям, публицисту, сценаристу Александру Цыпкину. Спасибо большое. Вадик очень правильно отметил, что, конечно, тема у нас в основном считается такой юмористической и как бы не существующей. Я почитал исследование в ЦИОМ, как раз перед которым вы ознакомитесь. Не то что удивлен, но на самом деле не ожидал, что настолько у нас люди в принципе не очень понимают, что такое харассмент. Где грань между харассментом и проявлением внимания. Есть, кстати, могу сказать, что и другая крайность, когда любое проявление внимания воспринимается как харассмент. И часто происходит, ну это, конечно, в России, это далеко, но в тех же самых Соединенных Штабах Америки ситуация злоупотребления со стороны человека, который шантажирует потом якобы имеющимся фактом харассмента, тоже существует. С этим тоже нужно будет когда-то потом бороться. Но нам не до этого, не в нашей стране, пока у нас такого уровня и семейного насилия, и действительно абсолютно беспардонного харассмента на работе. Поэтому у нас сегодня будет очень интересное выступление на этот счет. Прежде всего нужно людей переубедить в том, что те нормы поведения, которые считались достаточно таким приемлемыми еще 10 лет назад, они сегодня уже не очень работают, и в том числе не работают с молодым поколением. К которым девочка приходит 20-летняя, она уже в принципе ознакомилась со всем, о чем говорит новая этика, и ей не очень приятно, когда ей просто говорят, ух ты, какая задница прошла. То есть то, что было 10 лет назад, ну сказал человек, даже жалко, если не говорит такого. То сегодня это уже оскорбление, это нужно менять менталитет именно людей моего поколения, потому что они находятся еще в таких постсоветских каких-то парадигмах. Кто у нас сегодня выступает? У нас сегодня со мной со-модерирует со-председателя комиссии по бизнес-этике Ассоциации менеджеров и советник-адвокат с руководителями практики частных клиентов СК «Вертикаль». Юлия Андреева, она как раз большой борец, мы с ней иногда идеологически дискутируем. Андрей, да, Андрей, руководитель практики социального анализа и консультирования Всероссийского центра изучения общественного мнения в целом. У нас кто-то онлайн, кто-то оффлайн, да, Андрей у нас здесь. Онлайн. Дмитрий Спиридонов, генеральный директор и основатель Cloud Payments, советник-заместитель и председатель управления Тинькофф. Арина Сергеевская у нас тоже с нами. Она онлайн. Мария Тихонова, HR-хедс-видеосервиса старт.ру. Старт.ру. Сериалы про харассмент. В том числе, да. Татьяна Савенкова, директор отдела по работе специалов в России и СНГ компании «Эрстиньянг». Андрей Беззупцев, управляющий по соблюдению законодательства внутренних процедур. Филипп Морис Сейлс. А у нас здесь, да? Пожалуйста. Да. И Александр Коткин, руководитель практики трудового права в Санкт-Петербурге. Бейкер энд Маккензи. Так, ну, по-моему, я никого не забыл, если я не ошибаюсь. Арина только не писать, руководитель по бизнес-этике Unilever в России, Украине и Беларуси. Вот, пожалуйста, единственное, что я не сделал. Ну, все. Мы всех представили. Еще раз скажем про каждого перед выступлением. Тебе? Нет, подожди, стой секунду. Мы теперь можем спокойно отдать человеку, который это все практически придумал, борцу с Харасментом. Юля, объясни, почему ты считаешь это проблемой? Спасибо большое. Рада всех приветствовать сегодня. Ну, на самом деле, мы начинали заниматься проектом Don't Touch Me с одного очень интересного кейса. И, может быть, он не имеет прямое отношение к Харасменту на рабочих местах, но он касался Харасмента в обществе, когда нашу клиентку в рамках проекта ProBone захарасили в баре. И владельцы бара высказались о том, что Харасмент в пятницу вечером в баре – это нормальное явление. И с этого все началось, собственно говоря. Потому что, на самом деле, в нашем обществе нет еще достаточной степени развитости культуры, уважения чужих границ и защиты собственных границ. И это очень большая проблема. И мы все прекрасно понимаем, что, на самом деле, мы сейчас стоим на пороге, мне кажется, такого очень важного явления с точки зрения права. Ну, мне как юристу, наверное, проще об этом говорить. Но большинство норм, которые у нас установлены на сегодняшний день, это нормы, которые перешли из социума, то есть были социальными нормами и стали в какой-то момент законом. И вот сейчас фактически те нормы, которые существуют в социуме, то есть все мы прекрасно понимаем, что есть ряд тех действий, которые совершаются людьми без вашего согласия, которые мы все не одобряем. То есть как бы мы ни шутили на тему флирта, на тему открыть дверь, подать руку и так далее, но все мы прекрасно понимаем, что есть те вещи, которые, ну, все 100%, я уверен, даже из опрошенных, если бы сформулировать вопросы иначе, отреагировали бы однозначно, что это нужно запретить, и за это нужно вести ответственность. К сожалению, в нашем законодательстве на сегодняшний день нет ответственности за сексуальное домогательство на улице. Да, в принципе, и на работе прямой ответственности у нас нет за это. Но тем не менее, чем больше мы будем обсуждать эти вопросы, я уверена, в какой-то момент выделится та грань, которую мы определим как возможную к запрету и возможную к тому, чтобы вести за нее ответственность. Поэтому сегодня, на самом деле, мы рассматриваем, наверное, только один из аспектов борьбы с харассментом, потому что харассмент — это очень широкое явление. И вот сегодняшнее мероприятие будет посвящено той части, которая касается харассменту на рабочих местах, что, естественно, собой представляет очень важную часть, потому что работа, как правильно отметил Вадим, занимает у нас 90% нашего времени, и то, как мы взаимодействуем с коллегами на работе, с руководством, естественно, отражается на нашей продуктивности и на нашей жизни в целом. Поэтому я думаю, что сегодня будет очень полезная дискуссия, и каждый сделает для себя правильные выводы. Давайте, наверное, начнем. Я добавлю, что не только, конечно, вопрос эффективности на рабочем месте. Харассмент — это причина крупных репутационных скандалов на ровном месте. То есть все у компании хорошо, все замечательно. Потом вице-президент взял за задницу девушку, девушка написала об этом в Телеграм-канале, и все акции полетели вниз. Казалось бы, к бизнесу не имеет никакого отношения. На харассменте действительно строится большое количество и репутационных проблем, и в том числе заказных проблем. Тут разные обстоятельства бывают ситуации. Соответственно, лучше, когда компания точно знает, что делать в такой ситуации, и точно доносит до своих сотрудников, какие правила в этой компании приняты. Тогда все не будет заканчиваться ситуацией, когда человек будет говорить, а что такого? Меня никто не предупреждал, что нельзя с сотрудницами иметь какие-то отношения. Мы же по любви. А в Америке за это, опять же, извиняюсь, сравнение. Можно и вылететь с работы, несмотря на любовь и все остальное. Но сначала давайте ознакомимся с тем, что в России думают про харассмент, и кто с этим в России сталкивался. Добрый день, дорогие коллеги, друзья, все, кто онлайн, оффлайн, еще раз на правах организатора, да, вот в ЦОН, на нашей площадке, рад всех приветствовать. Тематика действительно очень необычная, интересная. И мы после того, как приняли решение поисследовать эту тематику, рад вам рассказать наших данных. Вот мы сейчас все с вами говорим, шутим по поводу харассмента, улыбаемся, но на самом деле проблема с точки зрения жителей, она есть. Но в первую очередь нужно, во-первых, рассказать людям, что такое харассмент. Итак, я рад представить результаты нашего исследования. Они состоят из двух частей. Исследование основано на количественном опросе. Это в ЦОН спутник, 1600 респондентов, общероссийская репрезентативная выборка, погрешность 2,5%. Итак, большинство россиян не слышали слова харассмент. Мы спросили, вы знаете, что-то слышали или нет о таком слове, как харассмент. Вот если слышали, скажите, что это вообще означает. Что мы получили, что 70% вообще не слышали даже такого слова. То есть получается, что это не в повестке у людей. 7 из 10 условий. И только 14% смогли назвать, да, и как-то объяснить, что-то слышал, что-то знают. 5% из них отметили, что это домогательство, сексуальное домогательство или приставание. Вот, при том здесь интересно отметить, что в меньшей, скажем так, больше всего не знающих, что такое харассмент, это как раз в старшей возрастной группе. То есть 60+, 84% среди них не знают, что это за слово. У молодежи это более популярная, да, расхожая история. Там уже под 27-25% в младшем и средней возрастной группе информированы об этом. Далее мы спросили, давайте представим ситуацию, что вашему другу или подруге предложили престижное место работы или повышение по карьерной лестнице в обмен на интимную связь. Вот какой бы совет люди дали? Что мы получили, что 49% предложили бы вообще никак не реагировать и проигнорировать предложение. Интересно отметить, что 26% сказали, порекомендовали бы обратиться в правоохранительные органы. Вот, при том для женщин, это, скажем так, среди женщин это более распространенный вариант, да, там треть, фактически 30% женщин отметили данный вариант ответа. Что касается ожиданий, да, вот что ожидает сотрудника, отвергнувшего намеки или открытые предложения руководителя вступить в интимную связь. Здесь фактически треть россиян отметили, что ждет увольнения. И какие-либо притеснения или несправедливые нарекания или упреки, это каждый пятый россиян. То есть 51% считает, что будут последствия. Санкции, санкции, да, наши любимые. А при том, здесь интересно отметить, что женщины чаще, чем мужчины, называют увольнение последствиями для сотрудника. Мы вот видим, что среди женщин наши 39%, которые так полагают. В то время, как среди мужчин это только каждый пятый. 21. Подавляющее большинство россиян, 90%, им не приходилось отвергать намеки руководителя на интимную связь. Мы спросили, приходилось ли вам лично отвергать намеки или открытые предложения руководителя вступить в интимную связь. Если да, то чем это закончилось? Вот 90% это к вопросу о повестке. В общем-то, подавляющее большинство не знает, что такое харассман, и не приходилось это делать. Но среди тех, кому это все-таки приходилось отвергать, 6%. На них это никак не отразилось. Фактически 4%. То есть, получается, ожидания не соответствуют реальности. Правильно? Ожидают 51%, что их уволят, а в итоге никого не тронули. Он сказал нет и все. Ну, исходя из этой статистики. Правильно я понимаю? Да. Что касается каких-либо форм, скажем так, домогательств на работе, мы рассмотрели несколько вариантов. Вот скажите, пожалуйста, приходилось ли вам лично когда-либо сталкиваться со следующими формами домогательств на работе? Если приходилось, то как часто? Мы говорили про неприличные ремарки в ваш адрес и комментарии по поводу внешности или грубые шутки. Нескрываемое разглядывание вашей фигуры, вопросы и комментарии, касающиеся вашей интимной жизни. Ну, как мы видим, что, опять же, подавляющее большинство, там 82-84% для них не сталкивались с такой ситуацией. Опять же, не в повестке. На следующем слайде представлены другие различные варианты, там предложения сексуальных отношений, нежелательные прикосновения, объятия, обещания или угрозы, касающиеся условий работы и даже изнасилования. Получается, что от 84% до 97% людей отметили, что не сталкивались с такой ситуацией. А я правильно понимаю, что здесь, разумеется, половина респондентов мужчины? Да, это репрезентативная выборка, конечно. У нас есть, мы видим отличия у мужчин и женщин, да, при том достаточно значительные. Ну, конечно, разглядывание фигуры откровенно, это не проблема мужчин чаще всего. Если говорить про, скажем так, реакцию, вот, Александр, то, о чем вы говорите, лично вас оскорбили бы или не оскорбили следующие обращенные к вам действия со стороны сослуживцев или руководства организаций, в которой вы работаете. Здесь как раз мы видим ту разницу, что женщины, они более, скажем так, склонны более резко реагировать на подобные. Не буду зачитывать варианты ответов, их видно на слайде. Для них это более актуальная тема для женщин. То есть у мужчин, например, там, нескрываемое разглядывание вашей фигуре, да, Александра, о чем вы говорили. Для мужчин только 18% однозначно, да, и скорее, да, это оскорбление. А для женщин это уже там фактически половина, 45%. Поэтому мы здесь видим достаточно сильную разницу по полу. Хотя вот в целом по выборке, да, ну, 50 на 50 в среднем. Ну да, то есть получается там 35% женщин, если предложение сексуальных отношений воспринимает, ну, как нечто нормальное. Ничего страшного, он предложил и предложил, идешь дальше или не идешь. Я думаю, если бы, опять же, уж извините, если бы это все еще в храме на холме в США, это была бы анкетка за... то там был бы 1%, который воспринял бы это, что это нормально. Интересно, да, цифры, конечно. Такими цифрами с харассматом тяжело бороться. Следующий. Во многих западных странах сегодня особое внимание уделяется защите от сексуальных домогательств на работе. Вот как вы считаете, в России следует или нет следует усиливать правовую защиту от сексуальных домогательств на работе? Здесь мы получили, что 60% жителей нашей страны считают, что России следует усиливать правовую защиту от сексуальных домогательств на работе. При том здесь, опять же, видим отличия по поводу. Для женщин это более актуальная история. 67%, так полагают, в то время как среди мужчин 52%. По возрасту, опять же, интересные показатели. То есть актуальность снижается по мере увеличения возраста респондента. То есть мы видим, что до 24 лет это считают актуальным 70%, 25-34 года 69. Потом некий, скажем так, снижение показателя до 53-54. И в старшей возрастной группе 60+, это опять в районе 63%. Ну, здесь, интерпретируя данные, можно говорить, что старшее поколение, оно уже больше не о себе, заботится о своих детях, внуках. Поэтому для молодых, для среднего возраста и для старших это такая более актуальная повестка по регулированию вот этих правовых норм. При том, отдельно хотелось бы прокомментировать, при том, что у нас 70% не знают, что такое харассмон, 90% с этим, в общем-то, не сталкивались. И фактически 60% считают, что это нужно регулировать. Ну, просто я думаю, домогательство все знают, а харассмон могут слово не знать. А как только домогательство, все, я думаю, понимают, о чем это притчет. Конечно, здесь операционная интерпретация понятия, да, это тоже очень важная история. По мнению, с вашей точки зрения, должен, прежде всего, кто должен нести ответственность за действия обидчика, который регулярно совершает акты сексуальных домогательств по отношению к сотрудникам. По мнению, 59% россиян нести ответственность за регулярно совершаемые акты домогательств на работе должен, в общем, сам обидчик. В то время как 23%, ну, фактически, каждый четвертый опрошенный считает, что ответственность должна нести компания и ее руководство. Объект доказательств, да, вот тоже интересно, объект домогательств должен нести ответственность 4%. Весьма забавная история, да. Вот это, да, типичная наша короткую юбку сама надела, поэтому сама виновата, что это носила. Сама виновата. Вот если вкратце о результатах, которые мы получили, да, ну, то есть, как я еще раз повторюсь, информированность о самом понятии, она низкая. Нужно, если работать с этой темой, вообще объяснять людям, что это такое, что это вообще, в принципе, есть в нашей жизни, в нашей повестке. Да, вот как коллеги говорили, многие не считывают, многие из сотрудников не считывают, что это проявление там каких-то домогательств и харассмент, какие-то стандартные действия, да, которые есть в нашей повседневной жизни. Мы это можем воспринимать с точки зрения, там, корпоративной культуры, с точки зрения, ну, обычного, простого общения, да. Здесь, я думаю, что важно учитывать какую-то нашу особую ментальность, да, особый, там, культурный код, там, подойти, поздороваться с коллегой, да, там, приобнять это нормально, да. Не знаю, в западных странах может быть какое-то другое отношение к подобным вещам. Вот, спасибо, коллеги. Можно я еще пару слов тоже прокомментирую? Ну, на самом деле, то, что, может быть, слово харассмент там не в повестке, как правильно уже отметили, что на самом деле это говорит об осведомленности вообще понятия харассмента, то есть у нас нигде не закреплено, что такое харассмент. Кроме того, харассмент, он не упирается только в сексуальные домогательства, и его понятия гораздо шире, и поэтому мне кажется, что здесь можно говорить как раз о низкой, скажем так, осведомленности и низкой развитости культуры, да, как бы, в принципе, понимания, там, вот, уважения границ. То есть, и это то же самое, ну, возможно, можно провести такую аналогию, как с детьми, когда дети просто в принципе не понимают, что в отношении них совершаются там те же преступления сексуального характера, и поэтому люди, когда, ну, не знаю, у них происходит нарушение их личных границ, они просто не понимают, что это действительно харассмент. И, естественно, отвечая на вопрос, сталкивались ли вы с харассментом, они ответят нет. Ну, это вот мой такой небольшой комментарий. Ну, я, кстати, еще думаю, что тот редкий случай, когда человек даже на вопросы в СОМ может отвечать не совсем искренне, потому что мало того, что психика иногда просто вымещает, любой психолог скажет, что он может выудить из человека тот факт, что тот был подвержен изнасилованию, а тот даже не помнит про это, да, уж с харассментом. Многие люди, думаю, им сказали не совсем правду, просто потому что не хотели бы про это вспоминать, или не считают это харассментом, раз это произошло, они никак не отреагировали. Но в целом, действительно, ментальность другая, это правда, у нас ментальность другая, культура другая. И, в общем, если тебе сказал комментарий такого эротического свойства человека, который тебе симпатичен, ты никогда это не воспринимешь как харассмент. Ну, и замечательно, что сказал. Хорошо, мы переходим к онлайн-наступлению. Дмитрий Спиридонов, генеральный директор и сооснователь Cloud Payments, советник, заместитель и председатель управления Тинькофф. Очень хорошее название. Как построить компанию, в которой нет места харассмента. Действительно, как? Так название книги я бы даже сказал. Одна страница? Никак. Привет, коллеги. Меня зовут Дмитрий Спиридонов. Да, на сегодняшний день компании 7 лет. У меня уже, мы приближаемся к отметке только Москва, 300 человек. Актуальная тема. И где эта тонкая грань между харассментом и отношениями, это, конечно, тут надо порассуждать. Потому что я сейчас услышал несколько тезисов, когда, например, даже девушка одевает, как сказать, очень хорошее, красивое декольте. И как бы там не сделать ей комплимент, и как бы она потом не посчитала это харассментом. И очень интересна эта тема в этом отношении. Моя личная позиция как руководителя, как лидера, я всегда говорил, что рыба гниет в голове. То ДНК, ту идеологию, которую ты закладываешь в компанию, она, ну, и поддерживать ее надо с помощью HR-ресурса там и так далее, все время подсвечивать. Особенно это касается корпоративов в стенах компании, когда подвыпившие люди эндорфины, как говорится, поют там и так далее. И начинается вот эта вся тема в санкциях там и так далее. Здесь прочитал комментарии, да, написали в чате, что действительно надо его заменять на русское слово. Это домогательство. Я вам приведу вообще сейчас пример, о котором вы сейчас умрете. У нас там, скажем так, работал человек, нетолерантная компания, нетрадиционной ориентации, который подвыпил и домогался, мальчик к мальчику, короче, домогался. Это тоже как бы домогательство считается. И в итоге и тот и соблазнился. Вот здесь вот, короче, пришлось поговорить и до свидания. Короче, вот это вообще не место за шквару, потому что половина здесь населения нашей команды там и так далее, скажу так, не все толерантны, как пропаганда нашей компании. Говорят, что мы нормально ко всему относимся, главное, работайте, да, там. А ваша личная жизнь – это за стенами. Делайте, что хотите за стенами, но только не в стенах. То есть я вообще вот против любого вот этого большого декольте, который сидит напротив меня. Я говорю, блин, как ты сегодня красиво выглядишь. Во-первых, она меня отвлекла там и так далее. И вот сейчас, кстати, у моих друзей, предпринимателей, долларовых миллионеров, эта тема, она заняла такой очень серьезный момент, что этим начали зарабатывать. То есть по сути, что делают, да, там, по пьянке, высокий, высокопоставленный там руководитель, скажем так, топ-менеджер, который начинает, ну, давай, там, что, кого, поехали в гостиничную, подпили там, т-т-т. Она просто берет его вот так, ну, за руки там, т-т-т. И под ногтями ему так, ну, как бы немножко эпидермис содрала там и так далее. Написала заявление через связи там и так далее. А эта статья для мужчины очень… Сейчас обвиню, что ты меня известила. Давай мне деньги, давай мне пост, давай все. И начала его шантажировать. Этот шантаж длился полтора года. То есть, по сути, девушка по рангу в компании у своего руководителя, она воспользовалась этим моментом. Она нарастила себе зарплату, бонусы там и так далее. Короче, выкачала там деньги, мама не горюет. А пострадал бы в итоге, это как бы бизнес. Есть такие… Могу не напомнить тему, как построить компанию, в которой нет места харассмана. А сейчас практически лайфхак. А я просто говорю конкретно, как примеры. Здесь все зависит от того, какую идеологию ты двигаешь в этой компании. То есть, единая коммуникация с командой, встречи на ежемесячной основе, вплоть до того, что не надо разливать молоко, убирайте там кофемашину за собой и так далее. И да, приходится проговаривать такие темы. Мы никогда не домогаемся. Мы никогда не делаем вот такие жесткие на уровне студенчества, пикапы вот эти вот там и так далее в обе стороны. Здесь этого нет. У нас здесь есть работа. Вы ходите из двери и делаете, что хотите там. Но здесь это недопустимо. Это прописано. Отношения недопустимы. И я прямо напрямую говорю, спать с сотрудником, то есть в корпоративном плане, это аморально. Либо ты увольняйся, либо пусть увольняется она. Все. А потом делать, что хотите. Точка. Потому что это все равно принесет вред бизнесу. Снизится эффективность. И да, очень хороший был тезис про падение акции. Да, это так, на это оно и влияет. У нас же все еще и Запад идет. Все эти права, все эти чувства, которые мы задеваем и так далее, это пропаганда общества становится, которая себя очень сильно любит. Я себя очень сильно ценю. Я не хочу, чтобы до меня там пиарщица моя домогала. Стреляла мне глазками. Зачем ты мне нужна? Да, я в разводе. Да, я что-то. Может, к психологу хожу сейчас, а ты мне еще большую травму наносишь, что ты начинаешь меня там тыркать. И так далее. То есть, поэтому вот для того, чтобы в компании вот этого не было, это нужно в открытую просто говорить, собирать всю команду и объяснять простые элементарные вещи. Потому что первое – воспитание – это семья. Второе воспитание – это вторая семья, это, как говорится, твой работодатель, та компания, в которой ты как бы работаешь. Все. А дальше все зависит от людей, как говорится, и наличия мозга. Потому что мы все имеем мозг. Поэтому надо как бы понимать, что ты делаешь, на что ты идешь и брать на себя, на это как бы ответственность. А только работаем она через пропаганду. То есть, про идеологию, про правила, которые здесь заведены. И если ты их нарушаешь, ну, грубо говоря, тогда ты вылетаешь за борт. А не у вас прописаны эти правила, что нельзя заниматься сексом с сотрудниками и так далее? Такие, с точки зрения трудового законодательства, такие правила невозможно прописать вообще. Ну, как можно идти и подать? Это работает только, знаете, как брошюрка. Там я свидетель ЕГОВ, и я там как бы вот объясняю вот это что-то такое. Это реально просто вот, ну, это какая-то коммуникационная модель на простом бытовом языке, да, где ты объясняешь людям, начиная с элементарных вещей, что коллеги, смотрите, вот ваша зона комфорта на первом месте для меня, моя зона комфорта на втором. Я инвестирую в вас, получаю дивиденды, и через эту призму объясняюсь простые элементарные правила, что даже нельзя поставить грязную кружку соседке на стол, там, насвинячить и уйти, не убрав, грубо говоря. Надо вот так вот. И то же самое, что не надо делать там, грубо говоря, когда мы там эмоционируем, оскорблять. Это же тоже та же тонкая грань оскорбления, то же самое, что и домогательство с харассматом там и так далее. И при приеме на работу, при приеме на работу проговаривается от А до Я и вот этот конкретный кейс, где мы не ганим в офисе и не спим никогда с сотрудниками, потому что, не дай бог, это всплывет, в этой компании недопустимо досвидос. А вот в трудовом праве как уволить людей, которые нарушат вот это правило? В Америке я знаю, что законодательство позволяет при нарушении этого пункта в трудовом договоре взять и работодателя уволить, а я не могу в российском законодательном праве по этому пункту уволить, меня засудят и я еще буду выплачивать компенсацию и так далее. Потому что как-то что-то там, ну не работает у нас вот право с точки зрения взаимоотношений работодателя и работника прописать этот пункт даже в трудовом договоре, в инструкции, не знаю, как это называется. А потом, если они его нарушили, это факт зафиксирован, грубо говоря, да, там, ну по каким-то там критериям, там кто-то расстроился и так далее. Я не смогу даже, ну то есть я проиграю как работодатель, к сожалению, судебное право и арбитраж, он сидит на стороне сотрудника без информационного повода. Информационный повод это было домогательство, грубо говоря, а ты нарушил этот пункт, грубо говоря. Я не могу его уволить, все, точка. Вот в этом плане надо копаться. Уволить, да, человека, если начальник предложил секретарше секса за продвижение по работе, его по трудовому конкурсу уволить нельзя, правильно? Это как, в общем, многие люди борются с алкоголизмом только тем, что вообще не пьют. Это правильный путь такой. Вот, собственно говоря, здесь, ну, как один из вполне разумных вариантов, когда на работе любые гендерные отношения запрещены, чтобы просто даже не было градации. Ничего нельзя. Ну, и тогда, да, тогда, что бы ты ни сделал, ты не сможешь доказать, ну, я по любви или не по любви, все, нельзя и все. Работает. Арина Сергеевская. Спасибо. Руководитель по бизнес-этике Юни Левера в России, Украине, Беларуси. Арина, ты, по-моему, на связи с нами, да? Да, коллеги, добрый день. Я сразу скажу, что, конечно, в компании Юни Левер не запрещает личных отношений, не запрещает коллегам вступать в брак, заводить детей, но и в такой огромной компании, наверное, это невозможно. Там, везде, где есть мужчины и женщины, везде будут начинаться отношения. Для нас этот вопрос имеет значение только тогда, когда может возникнуть потенциальный конфликт интересов. Я пока делаю вступление. Коллеги, у меня были несколько слайдов, чтобы, так сказать, была некая визуализация, да? Пока слайды загружаются, я скажу следующий момент, то есть несколько презумпций, на которых я буду высказываться и делиться тем, что мы делаем в Юни Левер. Ну, во-первых, для нас вопрос домогательства, мы не рассматриваем его с точки зрения только сексуального домогательства. Мы не рассматриваем домогательства только в отношении женщин. Мы говорим о домогательствах, о каком-либо насилии в отношении всех, ну, так сказать, малопредставленных групп. Поэтому вопрос противодействия харассменту внутри Юни Левера, он также связан с рядом других параллельных вопросов, в частности, защитой прав человека и распространением этой темы везде, на нашу внутреннюю культуру, в наши внешние коммуникации, в наши взаимоотношения с поставщиками. Это вопрос развития темы разнообразия и инклюзии, потому что мы поняли, и для этого есть, кстати говоря, на сегодняшний день огромное количество чисто экономических исследований с цифрами, которые говорят, что чем разнообразнее ваша команда, тем лучше результат, бизнес-результат вы можете получить. Ну и, конечно же, коммуникации через наши бренды. Я короткий кейс тоже расскажу. Можно следующий слайд. На слайде я представила, поскольку все-таки у нас тема на стыке именно коммуникации, и, кстати, я обращу внимание, поправлю Александра, что я сейчас занимаюсь не только Россией, Украиной, Белоруссией, но, в общем, всеми странами, которые входят в СНГ. И это позволяет, знаете, в этом моменте это существенно, потому что это позволяет действительно видеть разные практики, разный опыт. Ну и плюс к этому у нас внутри компании мы не ограничиваемся территориально. Ну, у меня, в принципе, подчинение идет в штаб-квартиру, поэтому я знаю то, что происходит на других рынках, и это очень интересно. И позволяет как-то вот измерить среднюю температуру по больнице. Так вот, возвращаясь все-таки к коммуникациям. Смотрите, я на слайд вывела вообще стандартные элементы любой комплайн-системы, любой этической функции, как вы ее не назовите сейчас. Я не буду, конечно же, проходиться по всем, и часть я даже опустила. Я специально выделила два пункта, которые нам помогут именно в направлении развития, противодействия харассменту. Это, конечно, коммуникация и обучение. Вот я начала заниматься комплайнсом 10 лет. 10 лет назад в компании, которая проходила тогда, в общем-то, процедуру очень крупного международного расследования, международного монитора. И вот там просто красной нитью везде шло коммуникации. Поэтому коллеги из подразделений внутренних коммуникаций, внешних коммуникаций, у всех по-разному, они наши большие помощники, соратники, потому что это, в общем-то, очень-очень важно. Причем, тут я скажу такой момент, что важно проводить коммуникацию не только регулярно, не только определенную интенсивность поддерживать, для того, чтобы гарантировать, что, в принципе, все эту тему слышат. То есть она распространяется не только в центральных офисах, но и дальше по всей стране. Но еще и важно выбрать, мне кажется, правильную тональность. С чем это связано? Мы в компании делаем это таким образом. Во-первых, естественно, мы говорим, что это неприемлемо, это недопустимо. Но при этом мы еще стараемся также рассказать, а почему все-таки это неприемлемо и недопустимо. И мы стараемся, конечно же, связать это, во-первых, с тем, что у всех равные права, равные возможности, все, вне зависимости от какой-либо особенности, гендерной, возрастной и так далее, могут рассчитывать на уважительную обстановку внутри компании. В этой связи отмечу, что в последнее время мы затронули тему работы с неосознанными предубеждениями. И, кстати говоря, я всем советую посмотреть, есть абсолютно открытые тренинги, небольшие видео на тему неосознанных предубеждений. И поверьте мне, многие из вас пересмотрят какие-то свои практики, которые, в общем-то, действительно нашей культурой как-то раньше спокойно воспринимались. Сейчас все-таки нет. Причем здесь я отмечу, да, я услышала тоже у коллег вот эту особенность некого такого культурного кода. Вы знаете, я, наверное, соглашусь и не соглашусь. Арина, у нас не так много времени. Президент большая, поэтому где-то... А я пойду про слайды. Можно, кто переключает слайды, можно спокойно их переключать, чтобы они просто свидетельствуют о каких-то вещах, о которых я рассказываю. Мы регулярно проводим аналитику для того, чтобы нам работать с корневыми причинами, почему же такие вещи, нарушения нашего кодекса, в принципе, происходят. И вот я вам скажу результаты. Значит, за последний год, в тот момент, когда мы все ушли работать из дома, у нас резко возросло, причем по всему миру, резко возросло количество жалоб в направлении, которое затрагивает харассмент. Но внутрь, если провалиться, там истинного харассмента-то и нет. А вот когда мы провели опрос по культуре спикап, какие нарушения наши коллеги видят, но не репортят, так вот здесь оказалось, что наибольшее количество жалоб у нас в направлении именно поведенческих моделей. Агрессивность, грубость, как раз модели, которые говорят о харассменте, но коллеги почему-то не репортят, не подают свои жалобы, чтобы мы проводили определенную внутри себя работу. И здесь совершенно точно, я Вадима поддержу, Вадим как раз сказал то, что я хотела изначально говорить. Очень важно работать в направлении обучения, в направлении изменения вот некого такого майнсета. К сожалению, мы внутри России не приучены выстраивать личные границы, мы не приучены четко демонстрировать, что это неприемлемо. Причем женщины, конечно, в большей степени это нужно признать. Более того, я всех призываю, комплайнс-менеджеров, политических офицеров, я всех призываю максимально удалить свое профессиональное мнение от своего субъективного опыта. Наш субъективный опыт, он не показывает зачастую реальной картины, которая происходит. А реальная картина может быть гораздо-гораздо сложнее. Последний стейтмент скажу. Недавно на одной профессиональной конференции, для того, чтобы как раз показать, что тему нужно поднимать с точки зрения именно восприятия. Когда мы тоже говорили на вопросы относительно новой этики, что это для нас внутри компании, как мы с этим работаем, один коллега мне сказал, что вы знаете, это все вот некие западные там ваши влияния, а у нас всегда к женщине относились мы достойно, всегда женщину уважали. И вот здесь как раз для меня это был еще один такой очень яркий показатель того, что субъективный опыт не соответствует реальности, что на самом деле все, конечно же, не так лучезарно, как нам кажется. И надо на это быть внимательным. Последний всем рекомендую. Погуглить, в YouTube есть видео на тему наших брендов DAF versus AXE. Когда внутри компании, это касается, конечно, внешних коммуникаций, но внешние коммуникации очень важны, потому что мы та компания, в которой работники в то же время являются потребителями. Так вот, все знают бренд DAF с его очень, в общем-то, позитивной, такой вот, да, воздушной коммуникацией. И был бренд AXE. Он и сейчас существует, но он сменил свой подход. Так вот, бренд AXE был полной противоположностью. Агрессивный, брутальный, иногда даже позволяющий себе на грани сексизма стейтменты. Так вот, внутри компании мы сами провели вот эту саморефлексию и подумали, как же так? Мы же вроде бы против подобного отношения. Мы против объективизации женщин и так далее. А через наши бренды допускаем это. Провели работу и сейчас поменяли тональность. Таким образом, мы, в общем-то, также подтверждаем то, что мы декларируем в наших базовых документах, кодексах и так далее. А продажи упали после этого? Нет. И это, кстати, Александр, очень хороший момент. Это очень, понимаете, долговременная история. Когда я начинала заниматься комплайнсом, речь шла только об индикационном комплайнсе, и мы стали ограничивать коллег из продаж в предоставлении подарков, в организации лакшери мероприятий для покупателей. Очень много жалоб. Да у нас упадут продажи, да у нас снизится прибыль. Ничего подобного. Просто немножко нужно время, чтобы люди расширили свое восприятие этой темы и нашли новые способы работы. Короткий вопрос. Конкретно что делается, чтобы нивелировать тарасмент на рабочем месте? Если у вас методы, которые были в предыдущем кейсе рассмотрены, не работают, то вы не можете просто запретить людям, то, соответственно, вы что-то делаете. Это этический кодекс, если можно, конкретные какие-то инструменты и тоже там в течение минуты, возможно. Кодекс этики. Я существую. Подписанный кодекс этики. Человек подписывает то, что он прочел. Конечно, конечно, конечно. Прочел, ознакомился. Ну, об кодексе этики – это другая все-таки тема, да, там много тоже можно говорить. Дальше. Есть разнообразное обучение, причем обучение достаточно глубокое, именно по вопросам харассмента, отдельно от вопросов дискриминации. И следующий момент, который очень важен, это наличие каналов обратной связи, по которым могут подать сообщения анонимно. И вот здесь очень важно, чтобы мы всегда подтверждали, что это истории рабочие, что мы с ними, с этими жалобами работаем, рассматриваем и предпринимаем определенные действия. Можно еще маленький-маленький вопрос? Арина, скажите, пожалуйста, а вот к вопросу о том, о снижении эффективности сотрудников, когда они проходят конфетно-букетный период. То есть компании позиционируются, что это никак не влияет, или сотрудники настолько обучены, но они, в принципе, могут отделять свои личные взаимоотношения и рабочие, и вообще никак это не влияет на эффективность компании? Вы знаете, я искренне считаю, что учить отделять личное от рабочего, это, в общем, вопрос в никуда. Мне кажется, здесь вопрос о расстановке правильных приоритетов для сотрудников. Я могу сказать, что в сравнении с компаниями, где я работала ранее, например, или слышала какие-то другие практики, все-таки у нас культура именно с точки зрения работы построена на выполнении KPI, которые человеку дают возможность не только получения каких-то материальных компенсаций, в которых люди все заинтересованы, но и какого-то продвижения, развития своих навыков, и вот на это делается упор. Поэтому истории, когда личные отношения, конкретно букетный период или период разводов мешает работе, вот, откровенно говоря, я таких историй не слышала. Хотя я прекрасно знаю, какие бывают романтические истории у нас внутри компании тоже. А скажите, много было ложных доноций? Знаете, какие были истории? Я бы не сказала, что они ложные. То есть, ну, я не скажу, что у нас есть вот это, как даже Дмитрий говорил, конечно, здесь нужно быть очень аккуратным. Это действительно есть. но ложных доносов не было, да? Ложных доносов нет. Единственное, были такие, когда не было такого очевидного. Все-таки это вопрос личностного восприятия. Не-не, я про шантаж. Нет, шантажа не было. Спасибо большое. Спасибо, да. Спасибо. Спасибо. Мария Тихонова, HR-видеосервиса start.ru. Ну, мне кажется, вы должны были сюда прийти за сюжетами, потому что я уже жду, когда на старте выйдет сериал про харассмент на работе, про ложные доносы. Мне кажется, тут столько всего можно накопать. Ну, я же не буду раскрывать интригу, что там мы пишем. Зачем я сюда пришла на самом деле? Скажем так. Ну ладно, сегодня на старте у нас Мария Тихонова. Да, а презентацию, там пульт или что-то еще мне передадут? Ну, начинается, слушайте. Так с пульта любой человек может. Попробуйте без пульта. Так. А можно ее раскрыть как-то, чтобы я не трудилась тут сама? Спасибо. Сейчас. Смотрите, я, наверное, чуть шире подошла к теме харассмента. Мы тут очень много говорим про тему сексуальных домогательств, но на самом деле, как HR, такой классический очень true HR, я понимаю, что тема харассмента это, в принципе, доминанта сильного над слабым. Неважно, руководитель, не руководитель, компания против сотрудника, политика против одного человека, это все в целом про харассмент. Поэтому для меня тема харассмента, чтобы шансы проявить культуру организации, начинается с собеседования. Первый человек, кто касается кандидата потенциального, кто приходит в компанию, это, естественно, рекрутер. И рекрутер, в первую очередь, должен быть обучен культуре компании. То есть в целом он должен нести за собой тот посыл, который представляет компания. Не надо врать кандидату о том, что у нас работают ежики и пони вообще, безобидные и милые. Если на самом деле у вас, как предыдущий предпредыдущий собеседник сказал, ругаются матом и могут откровенно сказать то, что думают в глаза. Если придет другого, другой культуры, другого принципа человек, для него это будет харассмент. На моменте найма адаптации онбординга то же самое. Нельзя проявить культуру организации. Знаете, пришел человек, три дня проработал, а с ним уже по-свойски. Ты там сделай, пойди, принеси кофейку, налей еще что-нибудь. И это может быть очень дружеский обмен. Но на этапе адаптации онбординга у человека происходит колоссальнейший стресс. Он не понимает, что происходит, кто эти люди, зачем он сюда пришел, кроме как работать, какие задачи, что здесь вообще происходит, где можно попить кофе, надо ли отпрашиваться в туалет. И все, что ему не донесут, он будет воспринимать так же очень болезненно, как харассмент в его сторону. И это не обязательно зажали в углу, это иногда пошутили и сказали неудачно. А там пришел, давайте представим, что какой-то человек, который воспитывался в строгих условиях, что нужно в гимназии отпрашиваться в туалет, и над ним кто-то пошутил. Слушай, у нас только по расписанию, у тебя через 6 часов на 5 минут будет все нормально. И он же будет сидеть. И потом он выйдет и скажет, что вообще не ходите в туалет по расписанию. И эта шутка обернется против компании многочисленными рисками репутации. Дальше уже это, я написал, что построение командной, командные встречи, это как раз то, что проходят мероприятия, тимбилдинги. Потому что иногда, что такое харассмент, все кроме одного занимаются спортом, скалолазанием, а один у него был перелом позвоночника, он никому не хочет об этом говорить, и он не может заниматься спортом. И ему сказали, да ладно, нормально, ничего, подстрахуют, все нормально. И он пойдет. Но для него это тоже будет психологическое насилие, в прямом термине это харассмент. То же самое, переход на другую должность и завершение цикла развития в компании. Переход на другую должность, с чем он может столкнуться? Руководитель скажет, да вот я тебя растил, вот я тебя там всему научил, а ты предатель, предаешь вообще, идешь кому-то со всеми знаниями, вообще меня там, я не знаю, сейчас будешь поливать. Харассмент, чистой воды. Завершение цикла работы в компании, когда уходит сотрудник, знаете, ну есть ключевые сотрудники, ключевые роли, без которых невозможно там завершить проект или сделать какую-то, не знаю, даже презентацию. И он получил выгодное предложение, уходит, что делает компания, которая злится, у которой есть неправильная культура, как шансы заслужить. Она скажет, ах, ты предатель, да вообще мы тебя растили, мы тебя там обучали, мы тебе все вложили, а ты, а ты вообще нас предаешь. И человек, отработав такой культуре, понимает, что у него ближайшие 10 лет это будет два раза в неделю психолог на тему харассмента, на каждом шагу работы в организации. И, соответственно, что нужно делать для того, чтобы не зародить такую культуру, нам нужно понимать, что я здесь выписала цикл зарождения компании, он же цикл зарождения культуры, что в первую очередь нужно работать с самого начала, с первого дня, какая культура должна быть в организации. Понятно, что у каждой компании при появлении есть стратегии, цели, сколько денег она хочет заработать, она хочет международной быть или локальная, с филиалами и так далее. Но какая культура зарождается в организации и какие ценности принесет себя как культура, так и сам человек. Потому что, когда мы набираем кандидата, мы покупаем его опыт. Понимаете? Мы платим за то, что он умеет делать. Но помимо этого, посмотрите, сколько мы приобретаем подарок к кандидату. Это мнение, это религию, это веру либо ее отсутствие, это жизненная позиция, это ориентация, это гендер, определение себя, мужчина и женщина, кто там еще есть? Ну, там много. Вот. Привычки, комплексы, недостатки. Это идет плюсом к тому, что докладывает человек к своему опыту. А мы, как компания, несем в себя ценности, культуры, правила распорядки, стратегии, репутации, обучение и прочее. Соответственно, мы, как компания, должны быть честными с тем, что мы покупаем. И если у нас приходит человек с ограниченными возможностями, либо он приходит с другим гендером, ну, не с рожденным, о, скажем так, приобретенном в жизни, а с другой ориентацией. Мы, как компания, готовы это покупать или не готовы? Мы должны в первую очередь честно отвечать себе на вопросы. Потому что одно дело, как стартру, ну, я же понимаю, мы на все готовы. Вот. А другое дело, если бы мы как организация работали с людьми, которым там 70 плюс. И представьте, что мы принесем туда посещение бабушек, дедушек, и мы туда приведем человека нетрадиционной сексуальной ориентации, мусульманской веры, и там еще он гендер поменял. Никто не осудит этого человека. Но как бабушка или дедушка бедная будет с этим человеком общаться и будет ему доверять? Мы, как компания, должны взять на себя ответственность того, с кем мы работаем и кого мы можем себе позволить купить, кроме опыта, а кого нет. И, соответственно, здесь, когда мы приобретаем уже сотрудника, чуть съехала, я прошу прощения, красиво рисовала. Все правильно сказали, что HR является адвокатом бренда компании. Но это не значит, знаете, чаще всего меня спрашивают, ага, значит, вы адвокат и руководитель. Все понятно. Значит, простой сотрудник к вам не подойдет, если к нему домогались, оскорбляли, унижали или что-то еще, а вы будете стоять на стороне руководителя. Нет. HR – это адвокат бренда компании, то есть культуры, ценности и принципы. И те принципы, которые были нарушены с какой-либо стороны, именно этого сотрудника мы будем защищать. Если это был сотрудник, который там шантажом вот этот эпидермис снял у руководителя, ну, простите, мы будем защищать руководителя при всем уважении. Понятно, что будет целое следствие и разбирательство, что будет аккуратное выяснение причин, аккуратный диалог, потому что у HR есть все инструменты для того, чтобы правильно провести диалог, с сотрудником, с любым. Соответственно, у нас есть инструменты влияния. И если HR не дают этих инструментов, то никаким образом он не повлияет на ситуацию и культуру в компании. Именно он является лицом компании, потому что HR – это рекрутер, это человек, который занимается онбордингом, человек, который занимается обучением, человек, который занимается развитием и карьерой, и человек, который занимается так называемым exit-интервью, когда выходит, и разбирает кейсы. Это разные люди. Если разные люди будут нести в себе разную культуру, компания будет огребать проблемы просто колоссальных масштабов. Второе – это руководитель, который двигатель компании и берет на себя риски. То есть руководитель должен быть обучен, это вот с правой стороны, если что я написала, каждый руководитель должен быть обучен. Что значит культура и принципы организации? Что допустимо, что категорически недопустимо? Что как руководитель он может делать, а что как руководитель он не может? Потому что мы платим опять же руководителям за опыт и за ответственность, которую он несет. И если в команде у него происходит харассмент в полноценном плане, пришел мусульманин, его начали обзывать, шутить, что тоже недопустимо. И руководитель закрыл глаза, думает, пришел с коммашином, это безобидные шутки, ну что это, всех бывает. Это нельзя допускать со стороны руководителя. Это должна быть беседа, это должно быть обучение сотрудников, но это обучать должен не только HR, а руководитель. И, соответственно, руководитель – это лицо компании. Он объясняет, где заканчиваются, где начинаются границы сотрудников. Он не может сказать, вот у нас свобода. Знаете, один из принципов самый модный сейчас. У нас свобода, у нас независимость, делай, что хочешь. Нет, у нас свобода в определенных границах. Мы не можем переступать границы того, что не поддерживает культура нашей компании. И все кейсы, я считаю, что нужно разбирать публично. Вот говорят о том, что там позвонили, сказали, вызвали, один на один поговорили, а дальше трава не расти. Это не нужно делать сейчас, не пытаясь никого оскорбить, но если кто-то окажется на связи, извиняюсь, там Василий Петров против Марии Тихоновой. А вот Мария Тихонова, как HR-хед, к нему приставала. Соответственно, не надо говорить, что Мария Тихонова. Скажите, у нас есть сотрудник, который повел себя некорректно. И у нас была вот такая ситуация. В этой ситуации мы действовали так, потому что привести аргумент и вот такой результат. Все, кто повторит шаги этой ситуации, будет на одной или второй стране, будут разбираться в таком же области. То есть сотрудники должны понимать, что компания работает над этим харассментом, что компания работает над дискриминацией, над сексуальными домогательствами, над всем, что несет в себе понятие огромное харассмент. И, соответственно, тут уж съехал, ну ничего, торческое. И, соответственно, здесь четыре базовых шага, когда еще можно спасти ситуацию, научить и укрепить знания руководителей сотрудников. Это прописать все действительно в кодексах этики, в какой-то ПВТР, там, где можно легально залезть. Это обсуждать, естественно, на всех встречах на больших, с руководителями, с маленькими командами, всегда повторять этот вопрос, чтобы сотрудники не боялись, а доверяли своему руководителю, либо HR-у прийти и поговорить. Раскрывать всю информацию, чтобы сотрудники понимали, что это не затаивается, и что каждый кейс исследуется отдельно. И в крайних случаях, если вдруг произошла какая-то страшная ситуация, я не говорю о том, что убийство, изнасилование, страшное в культуре и ценности компании, увольнять без какой-либо жалости, не давать второй шанс, потому что человек, который подписывается под определенными правилами и несет в себе определенную культуру и принципы, не может нарушить раз, а потом сказать, извиняюсь, я больше не буду. Ему не будет доверия от организации, и это будет для него же, в первую очередь, лучше, если он начнет свой путь где-то в другом месте и при этом не будет импактить на... Вопрос, а что делать, если у акционера компании несколько другие взгляды на харассмент, инклюзию и вот все эти новые... Ну, это же тоже культура компании, правильно? Всего нужно переубеждать, чтобы он выступил с какой-то позиции, даже если она не соответствует его собственным взглядам. Я считаю, что нужно обсуждать с акционером то, что... какие риски несет его позиция в сторону компании, что сейчас огромный масштаб деятельности ведется против именно этой позиции и что это будут репутационные риски и будут риски для всей компании. Если он не согласен категорически, то, соответственно, менять культуру компании, да, это будет рискованно, но тогда набирать тех людей, которые эту культуру тоже поддерживают. Понятно. Спасибо, да. Борис, скажите, пожалуйста, еще небольшой вопрос. Если вы уже на этапе собеседования, да, выявляете, что не соответствует явно ДНК компании, такая позиция человека, ну, очевидно, вы задаете какие-то наводящие вопросы, выясняешься это, да, да, безусловно, то отказ в приеме на работу, он здесь не будет скатываться в тему дискриминации? Ну, чаще всего, если человек уже подвержен харассману, скажем так, проявлению ноток харассмана, то, естественно, опытные рекрутеры, у нас только такие работают, умеют задать вопрос так, что будет взвешенный отказ. То есть, как только он поймет для себя звоночек, он поймет, в какую сторону начинать воронку вопросов, чтобы в итоге кандидату аргументированно дать отказ. Понятно. Ну, а если в течение, в принципе, работы, трудовой своей деятельности, ну, он не совершает каких-то вещей, да, очевидных, но, тем не менее, там, в разговорах проскальзывает, да, ну, что у него немножко другие принципы, но при этом он сдержан весьма и не совершит каких-либо действий. То есть, возможно, такое, что это будет доведено до какого-то увольнения просто в связи с тем, что человек не соответствует принципам и духу компании. Ну, в целом, я не скажу, что у нас такие случаи были, но сценарий такого развития событий у нас есть. Естественно, в первую очередь, это будут беседы в начале HR наедине с сотрудником. Если не помогает беседа, то это руководитель с сотрудником и HR. Если сотрудник не понимает, это, естественно, назначаются все методы, разрешенные трудовым законодательством. То есть, это прописывается все, что необходимо для работы, то есть, это контроль письменный, почтовый, для того, чтобы можно было официально выносить замечания, официально выносить какие-то методы, которые позволят потом попрощаться безопасно с сотрудником. Но в Трудовом кодексе есть рычаги воздействия. Самое главное, это не допускать шантажа самого сотрудника, крика на сотрудника, это не допускать нарушения компании самих же принципов против человека, который эти принципы уже нарушил. То есть, самое главное, здесь сохранить лицо, а методы, мне кажется, достаточно просто найти, потому что с точки зрения харассмата, если сама культура компании не поддерживает, то каждый сотрудник поможет справиться с этой ситуацией. Я слышал, что Арина Сергеевская просила слово, я правильно понимаю? Арина Сергеевская, да, еще раз добрый день, у меня буквально маленький вопрос тире комментарий. Вы знаете, вот я услышала от вас, что опытные рекрутеры должны все моменты сразу вычленять, особенно я услышала и как-то зацепила меня история с человеком нетрадиционной ориентации, и вы предполагаете, что он не сможет успешно выполнять свои бизнес-задачи, идя к бабушке, то есть к людям более старшего поколения. Вы знаете, вот мне кажется, что это уже дискриминация на старте. То есть мы вроде бы говорим о домогательности, о том, что мы будем противодействовать, но мы делаем выводы о потенциальном перформансе, о его профессиональных скиллах на основе вот этой характеристики. Вот этот момент немножко меня резанул. Нет-нет-нет, спасибо большое, что меня поправили. Смотрите, я уже сказала, что у нас в старте не стоит таких вопросов. То есть мы действительно очень за то, чтобы иметь инклюзивность и дайверсию в нашем коллективе, потому что, в принципе, мы занимаемся медийным бизнесом с достаточно таким контентом специфичным, да, и мы очень открыто говорим на эти темы и не позволяем себе дискриминировать кого-то. Я привела пример гипотетический, то есть, условно говоря, если компания понимает не стар, а та, которая работает с бабушками, дедушками, у которых есть специфика какая-то, я не говорю, что это обязательно, но есть специфика работы, которая не позволяет нанимать тот или иной персонал. Это то же самое, что, например, не наймут в детский садик и попросите рокера с рокезом. Почему? А почему это окажет влияние на исполнение его профессиональных обязанностей? Я, кстати, Марию поддержу, я понимаю, что Мария ограничена в том, что она все-таки сотрудники компании, а мне терять нечего. Поэтому, ну, конечно, надо перестать пребывать в иллюзиях насчет того, что есть ряд социальных групп, которые не примут. Ну, давайте действительно поставим человека, который отвечает за Северный Кавказ и поедет туда налаживать контакты нетрадиционной ориентации. Но это же не получено вообще тут. В общем, не будем говорить, что может произойти. Поэтому, мне кажется, что вот здесь этот маятник, новый этик, который качнулся на Западе в другую сторону, он иногда вредит самому бизнесу. Потому что, да, не сработает это. И нельзя будет отправлять, скорее всего, к одной вере, для того, чтобы продавать какие-то услуги в РПЦ. Вы, коллеги, лишаете возможности таких людей. То есть мы не говорим о предоставлении равных прав тогда. Это бизнес еще раз. И, вероятно, нужно найти то применение человека, где будет на максимальной степени эффективно. Мы живем в России, это несколько другая пока еще страна. Давайте через 50 лет мы вернемся к этой ситуации. Да, но на самом деле это правда. Мы все начинаем заниматься самообманом или брать человека с такими функциями, если акционер очевидный гомофоб. Ну, ребят, это так, у нас таких очень много. Вот зачем создавать конфликт на ровный месяц? Он подойдет и скажет, я такое сейчас устрою. Ну, и зачем? Почему вы считаете, что человек на работе, вот по нему будет понятно, что он нетрадиционная ориентация? А может быть, он великолепный финансист? Может быть, еще в идеальном мире вы, конечно, абсолютно правы. Да, я воспитанный на шведском менеджменте с юности, понимаю, что вы абсолютно правы. Но мы же не в идеальном мире. Не в идеальном мире происходят несколько другие проблемы, которые касаются потом конкретного человека. и он... Но давайте попытаемся переубедить и переделать, и вот перейти вот эту грань именно такими реальными историями. Это стоит потом, допустим, увечья. Понимаете? Нет, это не будет стоить. Я вам могу привести пример нашей работы, например, в африканских странах, чтобы уйти от темы как бы российского пространства. Да? У нас в Африке есть чайные плантации. В африканской культуре допустимо, когда мужчина подходит к женщине в течение рабочего времени, которая работает на чайной плантации, и мужчина совершает все действия, которые ему в тот момент хочется. Так вот, мы в Unilever это процесс очень долгий, это не единомоментный. Мы готовы вот этот культурный код, мы его пересматриваем и переделываем. И причем, я вам сразу скажу, что категоричность здесь тоже не всегда срабатывает. Это не значит, что это автоматическое увольнение. Сначала надо с людьми работать, да, но с этим можно работать, для того, чтобы что-то поменялось в обществе в целом. Спасибо, коллеги. и говорю, да, следующего, да, спикера, переходим. Да, Татьяна Селенкова, директор отдела по работе с персоналом России и СНГ, компания «Эрсен Ян». На связи с нами онлайн. Да, коллеги, здравствуйте. Очень интересная дискуссия, и, наверное, как раз такие живые моменты, как диалог сейчас между Арины и Марии. Это самая такая соль, наверное, таких наших собраний. Я сегодня представляю блок консалтинга, и все-таки уже послушаю некоторые примеры, еще раз не могу не порадоваться за ту устойчивую культуру и высокую планку, высокие этические нормы, которые есть в консалтинге. И, конечно, это многолетняя работа и четко поставленные рамки и четко поставленные рамки и границы. Нам всегда это очень сильно помогает, так как это часть нашего бренда работодателя, и вот Мария очень много говорила о этапах интервью. Мне кажется, что, в принципе, когда уже есть сильный бренд и понимание того, что там внутри такая корпоративная культура, которая много всего не допустит, там есть правила, там есть протоколы, там есть норма поведения, это как раз помогает кандидатам делать выбор в нашу пользу. Понятно, еще, наверное, такой момент, который мне тоже хочется сразу сказать, тот формат, как у нас растут внутри сотрудники. Мы все-таки в основном по нашей модели начинаем работать со студентами и студенты, попадая к нам, ежегодно растут по карьерной лестнице и как раз культура, она строится на том, что ты растешь внутри компании, ты наблюдаешь, как себя ведут, что можно, что нельзя, как себя ведут твои как раз старшие коллеги. И мне кажется, что самое такое работающее, самое рабочее, это как раз видеть примеры, как можно, как нельзя и видеть кейсы, если что-то происходит, как с этим работает компания и как раз это добавляет уверенности в то, что правила, порядки, они работают. Когда к нам приходит сотрудник, у нас, конечно, есть код нашего внутреннего поведения, у нас есть регулярные тренинги, которые все сотрудники проходят, и тренинг, в частности, например, ежегодный обязательный тренинг глобальный для всех сотрудников, он наполнен видеопримерами, такими специальными микрофильмами, чтобы не только об этом можно было почитать или не так, чтобы руководители подразделений в своей интерпретации рассказывали какие-то примеры, это четко на экране микрофильмы, и вот, например, Александр начал немного так фантазировать, если руководитель женщин пристает, ну, или какие-то оказывает знаки внимания к младшему научному сотруднику, там, например, есть четко тоже такая небольшая зарисовка, где показано, и дальше разбирается, как сотрудник не только двое этих сотрудников, а как сотрудники еще и вокруг должны были себя повести. Мне кажется, это важно говорить, это не только ситуация между теми, кто происходит, но часто со стороны еще коллеги наблюдают и видят, что это происходит, и либо сопровождают это каким-то молчанием, да, или тоже какими-то шуточками. У нас есть четко прописанный протокол, как я уже сказала, как должны, могут себя повести, да, участники, да, какого-то вот этого, ну, назовем все равно это, например, конфликта, да, и стороны, которые это наблюдают. Также важно сказать, что наши протоколы и наши политики, они работают не только на ситуации внутри компании, потому что консалтинг это клиентский бизнес, и понятно, что ситуации могут происходить не только внутри, между сотрудниками, а может что-то происходить вне, да, там, с клиентом, да, в ту или иную сторону, поэтому такие кейсы тоже, такие кейсы тоже разбираются. По процедуре рекомендуется, конечно, это все сразу эскалировать на уровень своего руководителя, и там дальше четко тоже руководителю прописано, что он должен делать, здесь сразу вовлекается не только отдел HR, не только отдел талант, потому что здесь есть уже такая юридическая плоскость, обязательно привлекается юридическое тоже подразделение представитель и представитель риск-менеджмента, и дальше смотрит, можно ли это решить на уровне просто жалобы, или это нужно еще дальше эскалировать. конечно, это можно эскалировать до уровня увольнения, или если это решается, скажем так, на более бытовом уровне путем разъяснения каких-то внутренних норм поведения. У нас есть, но уже на крайний случай, у нас есть хотлайн, этих хотлайн, как мы его называем, это линия, где с одной стороны можно, конечно, анонимно подать свою жалобу, но, наверное, анонимно здесь не работает. Здесь важно, что мы полностью обеспечиваем конфиденциальность, но жалобы случаются, и с этими жалобами очень детально работают. Интересно, наверное, тоже отметить, что в последние годы статистика таких жалоб она немного выросла, но здесь был анализ, и я хочу вам сказать, что статистика не стала таких случаев больше, просто об этом стало принято говорить, это стало нормальной нормой нашего общества отмечать такие случаи. Раньше, может быть, мы думали, что, ну, ладно, это как-то, на это можно не обращать внимания, это можно пропустить. Нет, так как все больше аналогичных конференций, так как больше об этом говорит СМИ, так как внутри мы тоже создаем свою инфозону, мы просим об этом говорить, мы просим, потому что нам важно, чтобы всем было комфортно работать внутри компании, чтобы у нас не было каких-то переходов границ, и поэтому таких жалоб стало больше, с ними разбираются, но это как кривая, и в какой-то момент стало больше, когда начинает проводиться работа, сразу их объем падает, потому что сразу все вспоминают, что, наверное, вот это тоже где-то на грани, нет таких, знаете, радикальных случаев, и у нас, да, у нас не запрещены браки внутри, и, честно говоря, никак они особо не сказываются на работе, у нас огромная организация, и понятно, что действительно здесь все встречаются, женятся, рожают детей, дружат семьями, и как бы все это замечательно, мы даже в какой-то степени это приветствуем, это такие привязки, человеческие привязки тоже, но границы, еще раз, и протокол поведения в компании существует, наверное, все, если какие-то вопросы. Скажите, пожалуйста, есть какие-то отличия между нормами, правилами, процедурами, протоколами, которые приняты в Арсенат-Янге за пределами России, в России, как-то вы доносите до зарубежных коллег о том, что в России чуть по-другому должно быть? Мы доносим нашим коллегам, что есть разное информационное пространство, есть пространство внутри компании, и есть пространство за пределами компании. Мы все-таки внутри компании декламируем наши глобальные ценности, за пределами компании мы стараемся это не делать для того, чтобы не нарушать наше законодательство. Вопрос привлечения к работе, особенно со случаями, когда человек боится рассказать или потом рассказывает о его шейне. Психолога, не психолога, как-то вы помогаете таким людям? Если вдруг такое произошло, вы рекомендовали бы гипотетически? Да, Александр, это на самом деле хороший и правильный вопрос. У нас есть штатный психолог, потому что не только со случаем харассмента можно пойти. Мне кажется, что в любой организации, особенно консалтинг, когда это очень много межличностных контактов, взаимодействия, просто даже на уровне проекта происходит выгорание, либо просто есть какие-то внерабочие вопросы, которые нужно лишить сотрудников. Поэтому у нас есть психологи, которые помогают нашему сотруднику с любыми запросами. А в таких случаях, да, мы рекомендуем. Спасибо, да, я в короткий комментарий. Мы переходим к Андрею. Мы чуть съехали, но мы все равно всех выслушаем. Мне кажется, конечно, еще одна из проблем нашей страны в том, что у нас в силу исторических причин доносительства или информирования иногда между этими двумя словами ставится знак равенства. И в принципе западло стукануть на кого-то, что ко мне там приставали или что-то еще. Любая информация наверх, она против российской культуры. Российская культура не допускает того, что человек позвонит сотрудникам ДПС и скажет, что мой друг поехал, он пьяный за рулем остановителей. Если в Европе это будет нормой, потому что спасет ему жизнь, невозможно жить в других, то в России это будет стукачество. У нас стукачество – это один из страшных грехов, потому что он в 30-е годы привел там сотням тысяч расстрелянных людей. Соответственно, наверное, одна из основных проблем, с которым стоит работать, это объяснить людям разницу между стукачеством и защитой своих интересов через информирование о соответствующих структурах. Еще один момент, да, ты хотел уже перейти. Вот на самом деле очень показательный, мне кажется, комментарий по поводу того, что кейсы растут по статистике. То есть чем больше проводится работа, чем больше разъясняется сотрудникам в принципе вообще понятие харассмента, как взаимодействовать, то и появляется статистика. Вот как раз к статистике, которую переводил нам ЦОМ о том, что люди не знают, что такое харассмент. И здесь показательный, что это не просто увеличение количества этих ситуаций, а просто увеличение уровня, ну и вообще в принципе понимания, что это такое. Ну, на самом деле, я думаю, что с Карасом будет такая ситуация, как семейным насилием, когда раньше таких цифр не было, а потом вдруг выясняется, что у нас не каждая третья девочка сталкивается с действием социального характера внутри семьи. Это дикие просто цифры. Андрей Безубцев, управляющий по соблюдению законодательственной внутренних процедур, Филипп Морис Сейл. Должность прям как надо. Как надо, да. И спасибо большое, Александр, за такую подводку к моему выступлению, потому что вот это очень, как это, резонирует с тем, чем я занимаюсь. С этим стереотипом борюсь все время, сколько я уже работаю уже долго вот в этом направлении, а стереотип, что, значит, я на кого-то стукану, кого-то заложу, кого-то подставлю. И вот вся работа по информированию направлена на то, чтобы объяснить людям ни в коем случае, но что целью наших внутренних расследований, которые мы проводим, не является цель кого-то наказать. Цель установить, что произошло, что мы можем сделать, чтобы этого больше не было, и если что-то случилось, минимизировать негативные последствия. И чтобы ответить на вопрос стукач я или не стукач, я предлагаю представить ситуацию, когда это может случиться против вас. И никто не скажет, да. И то есть мы говорим о том, что мы защищаем всех сотрудников, имея такую систему, и таким образом защищаем компанию в целом. И, ну, это работает. Когда лично адресуешь это человеку, предлагаешь посмотреть, как бы это случилось с ним лично. Ну, несколько мне. Я бы не хотел, чтобы со мной так произошло. И я... Спасибо большое за статистику в ЦИОМ. Очень интересная, но для меня несколько... Как-то было удивительно, потому что мое-то личное ощущение, что про харассмент говорят очень много в последнее время. И само слово по себе такое оно резкое и, ну, заставляет обернуться, да, поднять голову. И если ты даже что-то не знаешь, ну, посмотреть, что оно обозначает, потому что, ну, слово такое привлекает внимание. Не, ну, просто это в разных странах. Мы в Москве живем, а в ЦИОМ по всей России. А, ну, в Москве другое государство. Возможно, да. Вы, кстати, надо иметь в виду обязательно. Да. И начну тогда вот сначала. Александр вначале сказал где-то о грань, как определить. И, конечно же, надо сразу же установить правила. И у нас эти правила установлены. У нас есть кодекс этики, где в разделе профессиональная этика это прописано, что допустимо, что недопустимо. И в развитии кодекса этики у нас еще издаются внутренние инструкции по каждому направлению. И вот в этом направлении есть уважительное поведение на рабочем месте. И, теперь говоря уже языком HR, это локальные нормативные документы, приказом по организации оформлены. И ответственность за нарушение наступает в соответствии трудовым законодательствам. Поэтому мы когда говорим, а как за это наказывать, инструменты тоже есть. Ну, как минимум, да, выговор, да, замечание. И это документальным образом может быть оформлено. То есть, теоретически можно человеку паять три выговора. Выговора за то, что он... За систематическое нарушение. За то, что он харассит кого-то и за это уволит. Да. Это можно сделать, да? Да. За систематическое нарушение трудовой дисциплины, да. Все. Так, дальше. И вот Юля как раз подошла, и я хотел на ее комментарий сослаться. Опять же, корпорация здесь имеет некоторое преимущество, да. Ну, что мы говорим, когда про харассмент, и Юля это упомянула, нужно смотреть шире. В таком вот, в бытовом смысле всегда ассоциируют харассмент с сексуальным, да, вот аспектом. Но сам харассмент шире, да. Это любое враждебное, любое оскорбительное поведение, любое создание просто враждебной атмосферы в коллективе, да. А как сексуал харассмент, это лишь направление, вот, связанное с именно сексуальными знаками, жестами, шутками, предложениями, да. Вот. И дальше. Тогда вот я иду по комментариям, которые у меня тут были. Конечно же, имея правило, мы должны людям об этом, ну, то есть на входе, при приеме каждый с этим знакомится, но в ходе уже трудовой деятельности у нас электронные курсы обучающие по всем направлениям нашей деятельности, включая надлежащее и ненадлежащее поведение на рабочем месте. И плюс, ну, это тем, чем занимается непосредственно мой отдел, мы еще проводим, ну, лайв-тренинги. Ну, сейчас это сложно делать, да, но как минимум в Teams, там, мы можем друг на друга посмотреть, да, и убедиться, что мы живые люди, а не какие-то там виртуальные, которые их потом наказывают. Дальше. Вот тоже комментарий, потому что это очень важно, ну, я считаю, это очень важно об этом говорить, чтобы не было, ну, не было лицемерия, да, по этому поводу, потому что вот Вадим сказал, да, где людям знакомиться, проснулся, пробка, работа, пробка, опять уснул, да, поэтому, ну, мы живые люди, да, и люди у нас знакомятся на работе, и люди у нас на работе женятся, и слава Богу, да, и опять же, вот опять такой битовой стереотип, мне звонит сотрудник отдела персонала и говорит, у нас ЧП. Два сотрудника решили пожениться. И дальше вопрос, можно? Ну, как бы вот мы предлагали, да, 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 мы предлагали с самого начала не шутить на эту тему, но как тут не пошутить, я спросил, насколько серьезны их отношения, встречались ли они с родителями уже там, да, вот, и, конечно же, мы такое не запрещаем, да, конечно же, у нас много, значит, супружеских пар, и этот вопрос регулируется другим направлением, конфликтом интересов, да, то есть они не должны работать в прямом подчинении, они не должны быть в проектах, которые руководит один, а другой оценивается, да, и нормально все работают, и это, наоборот, хорошо, да, потому что, ну, потому что они часть своей работы обсуждают еще и дома, да, что тоже способствует креативу, да. Дальше, и дальше по поводу, ну, я быстро так суммирую, потому что, в принципе, уже все назвали, и, конечно же, коммуникация, и мы от своего отдела издаем ежеквартально статистику по случаям, которые у нас были в компании по разным направлениям, сколько было обращений, сколько проведено расследований, какие подтвердились, какие не подтвердились, прошу прощения, по типам, и, как бы, следующая страница, это то, что называется real-life кейсы, и это всегда пользуется большим интересом, и у нас есть внутренний ресурс intranet, и наша, вот наша страница, она там по кликабельности, значит, на первом месте, особенно после вот таких, значит, сообщений, потому что людям нравится всегда, и в ходе живых тренинг всегда люди спрашивают, ой, а что у нас и харассмент есть, ну, конечно, есть, но живые люди работают вокруг, и это тоже есть. Есть возможность об этом сообщить, у нас есть горячая линия, есть телефонная, которая обслуживается третьей стороной, и в том числе предоставляет возможность анонимного сообщения. Можно онлайн-сообщение написать, тоже есть возможность анонимно его написать. Можно напрямую обратиться, и, ну, как бы, я всех сотрудников всегда призываю, объясняю, рассказываю, что, и вот как уже статистика наша показывает, люди предпочитают обращаться лично, да, ну, потому что это такое всегда очень, я всегда понимаю, что это чувствительный момент, и это сложно, но я всегда говорю, я как доктор, никаких секретов, процесс у нас конфиденциальный, и мы обеспечим защиту всем-всем участникам. Вот, наверное, пожалуй, все. Если есть какие-то вопросы, я могу ответить. Да, у меня вопрос короткий, достаточно частый тезис борцов с борцами, с харассментом, это появление именно шантажистов, тех, кто использует в злонамеренных целях эти обвинения. Приходилось сталкиваться с такими? Вот я здесь тогда должен уточнить, да, потому что если мы используем такой экстремальный пример, да, когда вот, значит, приводил Дмитрий, да, значит, шантаж сексуального характера, такого у нас не было. Нет, это действительно экстремальный пример, но полушантаж. Но если мы говорим про харассмент, что мой руководитель оказывает на меня давление, да, в каком-то виде, или оскорбительно себя ведет, или еще что-то. Такого рода мы называем финально, когда мы проводим расследование, мы их называем ненадлежащими обращениями. Мы за это не наказываем, потому что, ну, мы все прекрасно понимаем, а сотрудники отдела персонала еще лучше понимают, да, у нас есть циклы оценки деятельности, да, и у нас есть такие горячие периоды, когда число обращений может возрастать, да, это вот, не из-за полнолуния, да, не из-за осень-весна, а именно перед оценкой деятельности и после оценки деятельности, да, значит, когда, ну, есть желание, значит, отплатить руководителю, да, за ту оценку, которую он поставил. Вот, то есть мы это понимаем, но у нас есть возможность это отслеживать. Ну, просто я хотел, наверное, обратить внимание на то, что раз харассмат — это все равно направление, условно, новой этики, при всех положительных моментах есть одна большая проблема в новой этике — это отсутствие презумпции невиновности. То есть, условно говоря, если я сейчас сделаю заявление о том, чтобы, о том, что для того, чтобы попасть на позицию представителя комитета по внутрикорпоративной коммуникации, мне пришлось пойти на невозможность с Вадиком, то доказывать, не я должен буду доказать, а Вадик должен будет доказать, что он невиновен. Ну, да, согласен. То есть, вот, насколько в ситуации спорных кейсов вы на стороне того, кого обвиняют? Или на стороне того, кто обвиняет? То есть, здесь, ну, я просто пока по образованию юрист, поэтому я что-то слышал про презумпцию невиновности, и скажу, что она работает, и не должен тот, значит, кого оболгали или кого там назвали, да, домогателем, это, ну, априори не означает, что все, да, крест, и он должен доказывать. Нет, доказывать будем мы. То есть, человек, обвиняющий, должен прийти с доказательствами какими-то, нет? Нет, 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 потому что здесь вот важный момент, и мы об этом говорим, потому что важны личные ощущения. У каждого порог чувствительности свой. Мы говорим, вам это неприемлемо, приходите, мы разберемся, да, мы разберемся, но для этого не нужно приносить аудиозаписи, еще что-то, да, мы выясним, мы поговорим с другими представителями, с возможными свидетелями, да, и в результате все равно мы выясним. И есть такое понятие, как уровень доверия к словам того или другого, да, когда человек... Скользкая. Ну, Александр, вы же знаете, да, когда человек говорит правду, ее говорить легко, она одинаковая всегда, да, а когда человек начинает фантазировать, он во время своей фантазии, он может отклоняться. Надо будет Джонни Деппа позвать, он может много рассказать по этому поводу. Но поскольку Джонни Депп работает там, где он работает, а у нас работают не Джонни Деппы, то в этой части нам как-то легче. Да, но здесь вот хороший комментарий, наверное, будет по поводу презумпции невиновности, то, что здесь показательно, да, что внутри компании есть определенный протокол, определенные процедуры того, как рассматриваются эти кейсы. И как раз лицо, которое обвиняет, он знает, какими инструментами и с помощью чего он будет защищаться, он или она, да, неважно. А то, что в обществе не существует этих правил, как раз у нас здесь риски с репутацией очень высокие. То есть если тебя обвиняют, то, естественно, будут верить жертве, да, скорее, как бы, которая все это объявила, рассказала, как бы, нежели чем тому лицу, у которого нет даже способов защиты. А еще вопрос, наверное, который касается как раз от периода пандемии. С учетом того, что вы регистрируете, да, как бы, эти обращения, то есть были ли обращения, ну, изменилась ли, может быть, направленность этих обращений? Потому что харассмент — это не только сексуальные домогательства, это, в принципе, их суть, его суть, как бы, в проявлении власти подчинения, да, как бы, к сотрудникам. И он может быть выявлено, проявлено вообще в любом виде. Нет, не уменьшилось. Я даже скажу, что за прошлый год у меня обращений было больше, чем за предыдущий год, да. Нет у меня какого-то объяснения в связи с чем. Пандемия это виновата, не пандемия виновата. У людей больше свободы. Или как больше у людей вот это страх о неопределенности, и они начали что-то себе там придумывать и бояться всего вокруг. И тут вспомнили, что у них еще есть нелюбимый руководитель, да. Нет. Ну, то есть вот сколько есть, столько есть. Но за прошлый год было больше, чем за предыдущий, да. И этот год мы как бы тоже начали, и темп такой же, да, сохраняется. Да, спасибо большое. И еще один комментарий важный, вот по поводу определиться, кто там должен доказывать, и теперь я ничего не докажу. Сама структура вот нашей функции, да, мы независимы, мы даже на рынке не подчиняемся, мы подчиняемся в штаб-квартиру, и поэтому на нас как бы никто надавить не может, даже если это руководитель какой-то большой, а против него значит сотрудник базового уровня, ну как бы, ну расскажи мне, да. То есть вы такая контрразведка, которая никому не... Ну, нет, мы с человеческим лицом, я бы сказал. Вы контрразведка с человеческим лицом. И, наконец, дождался, надеюсь, Александр Коркин. Практически мы все были сегодня на разогреве у Александра Коркина. Теперь его выступление. Руководитель практики трудового права в Санкт-Петербурге Беккер Маккензи. Коллеги, добрый день. Слышно ли меня? Да, и видно. Прекрасно, но я, к сожалению, не смог подключиться к дискуссии с самого начала, но хочу сказать спасибо за то, что эту тему подняли. Тема очень важная. Мне кажется, что в России мы находимся лишь в начале этого пути. Это видно и по законодательству, и потому, насколько часто это в бизнесе становится предметом обсуждения, как часто это доходит до судов. Вот. И я могу сказать, начиная именно с законодательства, что у нас по большому счету здесь никаких специальных норм нет. Да, у нас наказывается по уголовному или административному законодательству какие-то крайние формы. Да, сексуальное насилие, оскорбление в неприличной форме, клевета, но в целом каких-то правил относительно того, что мы считаем харассментом или, переводя на русский, домогательствами, терапреследованием, что мы не считаем. Этого у нас нет. С одной стороны, это неплохо, потому что в последнее время, к сожалению, качество законов у нас невысоко, и есть риск того, что если что-то принимают, да, это совершенно будет не соответствовать реальности, и с этим будет сложно работать. С другой стороны, для многих компаний, особенно когда нет поддержки в виде глобального офиса, заубежных коллег, да, это вот такое непаханное поле, не знаешь, с чего начать, как поставить вопрос, с какой стороны поступить с обмедрением. Вот, но я бы скорее оценил эту ситуацию в плюс, да, то есть мы, учитывая специфику бизнеса, учитывая те регионы, в которых компания представлена, можем самостоятельно определять, учитывая ту культуру, которая в компании сложилась, можем самостоятельно определять вот эти правила. По рынку в целом, я могу сказать, а мы видим очень много разных компаний, и аудиты проводим, расследования делаем, и занимаемся судебной работой. Я могу сказать, что очень мало в таких компаниях в России, даже в международных, есть отдельные политики или какие-то подробные разделы в кодексах деловой этики, где бы эти вопросы харассмента регулировались. В основном, это достаточно короткий пункт или раздел в кодексе деловой этики, либо вообще в правилах трудового распорядка, и на мой взгляд, это тема, к которой мы в России только подступаемся, и, конечно, здесь необходимо подробное регулирование на уровне внутренних документов, необходимы тренинги, необходимы примеры с тем, чтобы люди вообще понимали, что это такое. Я вот в связи с этим вспоминаю всегда историю одного из клиентов, которая HR-директор в международной производственной компании, и когда она вот тему внедрения международных стандартов в России подняла на совещание руководителей, вот первая встреча вылилась в какие-то шутки, прибаутки и так далее. То есть даже руководители, люди с достаточно большим опытом в бизнесе, с кругозором, не понимают, что это действительно важная, серьезная тема, да, то есть очень часто мы сталкиваемся просто с непониманием. Я уже не говорил о сотрудниках начинающих, рядовых, где вообще это может быть воспринято в штыки. Поэтому вот здесь, помимо принятия политик, хорошо работает разъяснение, тренинги, примеры, когда компания терпит убытки из-за того, что своевременно не отреагировали на факты харассмента внутри компании. Мы знаем такие примеры, особенно в отрасли B2C. И в плане наличия политики я могу сказать, что это здорово помогает как раз разбираться с необоснованными жалобами. Вот один из предыдущих вопросов. У нас в практике такой кейс был, когда сотрудница пожаловалась на руководителя, что он ее приглашает какие-то рабочие вопросы обсуждать в интимной обстановке. И тогда с этим кейсом стали разбираться, там, слава богу, была доказательная база переписки в мессенджерах. Стало понятно, что, в общем, сама сотрудница настойчиво добивалась таких встреч, а по руководителю было видно как раз, что он напротив все правила и процедуры относительно харассментов компании, которые были приняты, усвоил и действовал предельно корректно. Поэтому здесь, что называется, все в руках компании, поэтому это можно регулировать, можно с этим работать. Что касается судебной практики, то в судах дело именно по харассменту, когда компании бы привлекали сотрудников именно за эти нарушения, их практически нет. Готовясь к этому выступлению, мы с коллегами практику посмотрели. Где-то, да, проскальзывает, что основанием для взысканий каких-то были именно домогательства или преследования сотрудников. Но, как правило, суды идут в основном по импонятной дорожке, да, это оскорбление, неуважительное поведение. Практически во всех компаниях сейчас есть запрет на грубо и неуважительно общаться с коллегами, с клиентами, с подрядчиками. И суды охотно оставляют в силе те взыскания, которые компании накладывают за нарушение этих правил. Я думаю, что когда практика будет развиваться именно по уже более таким специфическим ситуациям, в общем и целом суды будут тоже следовать этому правилу, что если в компании установлены определенные границы, да, этих границ нужно придерживаться, особенно когда есть какой-то ущерб, если действительно там это привело к последствиям. Поэтому здесь особых проблем в плане восприятия судами этой темы я не вижу. И последнее, что я вот хотел бы тоже прокомментировать применительно к культуре стукачества, спикап и так далее, и так далее. Ну, вот как юрист могу сказать, что это не просто вопрос выстраивания там правильной культуры внутри компании, да, это вопрос, который непосредственно влияет на показатели бизнеса, иногда на его выживание. Вот самый яркий пример, это колоссальные штрафы, которые предусмотрены за коррупционные нарушения, есть и в СПА американские, есть в России статья 1928, я бы назвал ее дремлющей, в кодексе об административных правонарушениях. Все эти документы предусматривают гигантские колоссальные штрафы за коррупцию. И мы видим тоже, участвуя в этих расследованиях, что многие вопросы можно было бы решить внутри компании, если бы вот эта культура была развита, если бы люди своевременно сообщали о подозрительных сделках, о подозрительных практиках, которые существуют в компании, потому что когда это уже выходит на уровень уголовных дел, взятки, коммерческий подкуп, уже включаются вот эти инструменты. И в практике, например, в СПА по коррупции именно, да, эти штрафы уже давно перевалились за десятки миллиардов долларов. Поэтому это очень важно и в том плане, чтобы исключить огромные выкидки для компании. Спасибо. Если есть вопросы, готовы мы подключить. Спасибо большое, Александр. Да, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, с учетом того, что у вас большая практика в этой области, достаточно ли внутренних правил компаниям на сегодняшний день, чтобы профилактировать, бороться с харассментом, в принципе, на рабочих местах? Или же все-таки стоит уже внедрять в трудовой кодекс в ходе административных правонарушениях, возможно, в уголовный кодекс? Ответственность за харассмент? Я в текущей ситуации не стал ничего в наше законодательство внедрять по понятным причинам, да, качество невысокое. Во-вторых, я не думаю, что это принципиально поможет, да, вот те политики, вчера еще раз просматривал те документы, которые мы клиентам готовили, большинство категорий все-таки имеют оценочный характер, да. Если есть какие-то вопиющие случаи, но с этим проще, там может быть уголовка и все, что угодно. Но если речь идет о каких-то комплиментах непрошенных, да, вот каких-то таких вещах, в одной ситуации это будет абсолютно уместно, в другой ситуации это просто абсолютно неприемлемо, да, то есть если у нас будет статья какая-то в законе, как нам это поможет, да, то есть это больше вопрос того, насколько мы внутри компании людям объясняем эти правила, как это работает, почему это важно, да, и в политиках тоже об этом важно писать. Те же судьи, когда видят что-то незнакомое, это харассмент, еще что-то, они не понимают, почему это должны применять, почему сотрудников можно увольнять за это. Когда есть в документах обоснование, почему это нужно, цель, причина и так далее, и так далее, с этим гораздо проще становится, гораздо проще объяснить даже тем людям, которые с этим не знакомы. Поэтому, на мой взгляд, тут надо внутри компании работать, рассчитывать на себя больше, чем на его взглядах. – Спасибо большое. Ну, у нас практически мы все время заняли, которое мы хотели. Есть ли какие-то вопросы в зале по поводу харассмента? Если нет, я резюмирую. Я начну с того, с чего начал в Адик, с экономической эффективности. Мне кажется, что, конечно, основные причины успеха в западном обществе, в том числе вопрос новой этики, в том, что это эффективно. Компании показывают высокую эффективность, в которой инклюзия, в которой защищаются права и так далее, и так далее, и так далее. В России, понятно, сейчас пока водораздел есть. Есть западные компании, которые живут по одним правилам, и российские, которые живут по разным правилам. – Мы используем термин «международные». Международные компании, да, хорошо. Есть, условно говоря, компании, где там, цитата, с блэкджеком и шлюхами, и очень весело, но можно огрести по линии харассмента. Есть компании, которые полностью соответствуют международным стандартам. И вот какие компании выберет человек, как для него самое оптимальное, куда ринусы трудовые ресурсы, те и победят. Если будет выгодно быть в рамках новой этики, назовем это так, или бороться с харассментом, значит, все компании станут такими. А это определит человек, который принимает предложение о работе, а то или иной. Куда пойдут самые дорогие кадры, те в итоге победят. Я надеюсь, конечно, что при всем юморе и смесе ситуации с старым миром все-таки победят компании, которые защищаются права, потому что в целом это, наверное, для общества действительно гораздо лучше. Понятно, что это не значит, что нужно в Россию вводить все сразу же огульно. Но, тем не менее, мы увидим это именно на основании экономических причин, а не на основании этических. Мне кажется, что скоро все поймут, что выгодно работать и быть такой компанией, как мы международный опыт рассматривали. Просто потому что это эффективно. Но посмотрим. Вот, Вадик, ты давай что-нибудь? Друзья, обсудили важную тему. Мне кажется, важные события сегодня, которые поможет коллегам, которые нас смотрели. У нас сегодня очень много было коллег онлайн. Посмотреть, прежде всего, внутри своей компании, посмотреть, есть ли у них процедуры, насколько они защищены, насколько их коллеги защищены. А это значит, что наш комитет сегодня был не зря, был с пользой. Огромное спасибо еще раз ВТОМ за площадку, за смелость, за такое важное исследование. И, конечно, будем ждать новых событий от нашей комиссии по бизнес-этике и комиссии по интеркорпоративным коммуникациям. И еще раз благодарим сопредседателей комиссии по бизнес-этике Юлию, Ирину Антюшину, который, надеюсь, нас смотрит, и Александр Циткина. Спасибо огромное, хорошего дня и до новых встреч. Всем спикерам большое спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.